Перед началом видео хочу рассказать вам, что на РВГМ вы можете приобрести различные товары для Радуги и не только почти в два раза дешевле. А перед совершением покупки советую ознакомиться с пользовательским соглашением от Юбисофт. Всем большой привет! Мне стало немного обидно, завиделся спотом в гараже клуба и паруса, ну или тентом на побережье. Если тент на побережье старая болячка, которую каждый раз Юбисофт пытается залепить, но игроки находят все новые и новые способы туда пробраться, и более того, даже про лига в лице команды G2 использовала ее на Six Invitational, сейчас пофиксили. То с гаражом мне вообще непонятно, поскольку этому трюку было отроду две недели не больше. Единственное, что загадли, ну, опубликовал видео на YouTube с этим трюком, естественно, которое набрало почти миллион просмотров за пару дней. То Юбитай отреагировали сразу. Зато другие, более серьезные баги, провалы под текстуры, перепрыгивание на этаж выше через текстуры пола у нас годами работают. Получается, что Юбитай реагировать быстро может, но при условии только то, что если баг, получит огромную популяризацию. В общем, новый досик с паркуром и трэшем. На момент записи, а именно 18 апреля, все работало. То ли после реструктуризации файлов вылезла возможность снова забраться на вышку карты Небоскреб, тут можно погулять по забору почти по всему периметру карты, тем самым получая незначительные, но все же прострелы в окна. Чисто паркур и не более того. Во всех прыжках не забываем обязательно спринтить, иначе кнопка перепрыгнуть просто не появится. Но есть тут один такой сладкий прострел на окно офисов. Вам не нужно висеть на канате и постоянно бояться, что вас кто-то убьет снизу, выбежав из двери или окна. Даже наоборот, можно побайтить на это. Субтитры сделал DimaTorzok Двойное окно в подвале Орегона. Для этого нам нужно поменять управление на настройках. Ставим альтернативу. Укрепляем стены, как обычно, и залезаем на коробки. Так же, как и в случае с парусами, на побережье тихо подходим к краю, пока не произойдет скачок персонажа. После этого встаем. Достаем окно, зажимаем кнопку установки и идем вперед. Тело вниз, руки вверх, окно на месте. Ставим снизу, если надо, обычное для прострелов. Хотите, ждите, пока установят плент справа за корзиной с бельем, разбейте окно и убейте его. Хотите, разбейте заранее, чтобы прокинуть С4, чтобы убить того, кто плентит на стиральной машине. Единственное, что Сифор не очень удобно кидать, и он падает иногда далековато, тем самым кладя только на плюс, а не убивая. Два неплохих места для установки капканов. Карта Аутбек, уличная дверь возле пианино. Вся прелесть, что установку надо делать сразу после стадии подготовки с наружной стороны. Вы, скорее всего, засветитесь, но враг подумает, что вы просто спаунить выбегали. Такой капкан довольно сложно обнаружить, если не знать, что он там есть. Листва немного прикрывает, и сам он серый сливается на фоне стены. И второй, в гейшах, возле вазы. Если установить его на уровне раздутости вазы, то получаем один из самых беспалевных капканов на этой карте. Самое главное, чтобы вазу не разбили, и тогда 95%, что в него кто-то вступит. Прокит гранат на шале против мира за окном в подвале. Уже третий раз к этому приходим, каждый раз по-новому. Если два предыдущих проброса были довольно сложные в исполнении, но на 100% безопасные для вас, то сейчас чуть более рисковые, но зато легче в исполнении. Разбив главную дверь, нужно просто прокинуть две гранаты подряд без затяжек. То есть сразу, целясь как на видео. Даже если вы чуть собьетесь влево-право, ничего страшного, скорее всего, они все равно сделают свое дело. Возвращаясь к разговору о паркуре. Вот, к примеру, Котяра почти на старте карты опубликовал видос со спотом на колесе-люстре Валбек. Ну и что вы думаете, до сих пор работает? Такой же опасный спот, никто туда голову не задирает наверх. Все в окохах здесь двигаются. Если вдруг, кто не видел, расскажу. Залезаем на стол, обходим бочки с правой стороны, упираемся с зажатием спринта, бега вперед и влево одновременно. Потом чуть подвигали мышкой, как персонаж приподнялся, но дальше не идет, виляем мышкой вправо по краю бочек и сразу влево, будто обогнули их. И персонаж уже на них. Дальше осторожно через альт подходим к краю, до того, пока персонаж не подскочит. Потом еще чуть двигаемся вбок до второго раза и ищем мышкой кнопку перепрыгнуть. Дальше на люстры, как обычно через спринт, ловим кнопку и вы уже на них. И даже на той, что над лестницей. И немножко трэши напоследок. Рубрика силки от Дерека. В комнате с самолетами разбрасываем силки под самолетами, собственно. Будьте уверены, в них и так кто-то попадется. Присыпаем колючкой, я забыл ее взять, и подбиваем самолеты сверху. Идеальная маскировка. Если сомневаетесь, что не прокатит, поставьте пару баррикад и разбейте снаружи, чтобы досками еще присыпать это все дело. И снова Outback Spot для невидимок. Разбиваем в комнате снаряжение смотанные коврики для йоги, что ли. И сами залазим вместо них. Ждем установки деактиватора и скакиваем всех убивать. На этом у меня все. Всем хорошего настроения. До скорых встреч. Пока-пока.